Друзья, всем привет! Меня зовут Игорь Нестеренко, я графический дизайнер с опытом работы 100 лет. В этом видео я хочу поговорить немного о типографике. В прошлом видео я хотел показать, где я беру шрифты. Да как-то что-то в процессе съемки записи видео забыл. А в этом видео я хочу показать, во-первых, ресурсы, где я беру шрифты. А во-вторых, в целом поговорить об этом направлении, о типографике, о ее роли в графическом дизайне. А сейчас я вам показываю фоном, чтобы что-то было. Проект, который недавно я начал вести. Мы в Сургуте организовали такое медиа, называется Шарф. Это медиа про креативные индустрии в Ханты-Мансийском автономном округе в Югре. Я как дизайнер веду этот проект, придумал логотип ему, какую-то айдентику. И сейчас потихоньку мы делаем какие-то макеты для соцсетей. У нас инстаграм пока только. И сейчас попозже немножко покажу, как я подхожу к этому дизайну, к этому проекту в плане типографики. Давайте перейдем в браузер. И начнем с того, где шрифты брать не стоит, либо стоит в крайнем случае, тщательно их отбирая. То есть небезызвестная группа бесплатной шрифты в ВКонтакте, в Телеграме есть. Да, разумеется, здесь можно найти что-то годное, но вообще здесь в основном это как бы трэш-угар. То есть здесь шрифты зачастую сделаны ребятами, которые так еще пока не особо в шрифтах разбираются. Есть, разумеется, как я уже говорил, более профессиональные товарищи, которые делают что-то годное. Но в основном это такие акцидентные шрифты, которые сделаны либо какими-то студентами, как-то на коленке. То есть я бы все-таки рекомендовал, если речь касается наборных шрифтов, первый ресурс это Google Fonts. Да, это может быть банально для кого-то, очевидно, но многие почему-то не берут в расчет этот ресурс. Хотя здесь качественные действительно шрифты, созданные профессионалами. И здесь очень много шрифтов именно наборных. То есть мы можем здесь выставить кириллик, но если мы ищем шрифт, который будет использоваться на русском языке. Ну и что-то здесь написать. Любой текст, посмотреть как он будет работать. Использую качественные шрифты. Ну вот первое, что мне в голову пришло. Вот здесь на самом деле, ну я не скажу, что их прям там миллион шрифтов, но вообще здесь их хватит за глаза для многих-многих проектов. То есть, допустим, я когда делаю идентику для какого-то бизнеса, для какой-то компании, то я в первую очередь начинаю с поиска шрифта для этого проекта. То есть шрифт, он будет, ну как нельзя, как бы, да, больше говорить про характер бренда. Ну и вообще сейчас типографика стоит на первом месте в идентике. То есть не стилеобразующие элементы, какие-то там паттерны, не знаю, цвета даже, да, там, или уж логотип. А вот в первую очередь это типографика. Все уже дизайнеры, ну, грамотные, да, там, опытные, уже все про это сказали. Я думаю, что, может быть, вы слышали это мнение. Но я 100% с этим согласен, что в первую очередь мы делаем акцент на типографику. Вот вернемся сейчас к этому проекту шарф. Да, вот здесь я подобрал пару шрифтов, то есть один у нас будет, как, заголовочный, да, называется Anonymous. То есть я это все брал вот с Google Fonts. И второй шрифт, такой более наборный, Gotham Pro. Известный очень шрифт, известная гарнитура, там имеет, как бы, разные начертания. Так, где он тут у меня, Gotham Pro, да, то есть разные жирные, всякие курсивные, наклонные, тонкие, там, жирные и так далее. Вот это, как бы, у нас будет такой наборный шрифт, в котором мы уже, ну, какие-то большие блоки текста делаем, какие-то расшифровки. Вот, а заголовочный я вот выбрал этот шрифт для проекта. То есть он такой и технологичный, в то же время, ну, интересный шрифт, на самом деле. Или вот здесь вот единственное, я, первый у меня такой был подход, первая итерация к этому проекту я делал, использовал немножко другой шрифт, вот здесь вот во всяких значках. Вот, но со временем я, как бы, это все переделаю. То есть проект такой неоднозначный в плане дизайна пока на данный момент. И он будет, как бы, в процессе, его идентика будет, как бы, выстраиваться, ну, форма будет, как бы, более точная, да, со временем. Сейчас пока это все такой немножко эксперимент, ну, вот в плане, если графического дизайна смотреть. Потом, далее, есть два классных ресурса, это FontStand и FontBase. Это все, ну, можно установить как десктопное приложение, то есть бесплатно скачиваете десктопное приложение. Вот они у меня уже, тут два скачанные. Вот, и, ну, как приложение уже будете использовать. То есть обязательно сразу зарегистрируйтесь, это вообще супер быстро, как бы, недолго. Вот, и давайте вот сейчас быстренько такой краткий обзор. Я покажу программу FontStand. Сразу скажу об основном минусе, ну, если это так можно выразиться, ну, вообще этого ресурса. Это в том, что здесь, ну, шрифты платные. Но здесь их можно брать каждый на 3 часа, ну, проката, так скажем. Я чуть попозже объясню, ну, как этим пользоваться. Так, ну, давайте быстренько по интерфейсу пробежим. То есть тут у нас то, что у нас в ренте находится, как бы в аренде, да. То есть вот заходим в Fonts, вот непосредственно, да. Какие здесь шрифты есть. Так, подгрузились шрифты. И здесь мы видим вверху, что у нас есть шрифты с засечками, без засечек, с квадратными засечками. Ну, декоративные, дисплейные, да, и скрипты рукописные. Так, и мы здесь можем сразу поставить, если мы опять же ищем для использования на русском языке, то ставим Кирилль и Краша. Нажимаем на Enter. Так, и вот у нас подгрузились все шрифты, которые поддерживают Кириллицу. То есть их на самом деле здесь не так уж и мало. То есть они вот еще будут сейчас подгружаться. Вот, и они тут разные, есть всякие наборные, акцидентные. То есть мы можем вот здесь вот, допустим, если вам нужно для заголовка шрифт. То есть вообще этот ресурс я использую, когда ищу шрифт для какого-то вот заголовка, либо логотипа. То есть когда, ну, мне нужно просто взять, набрать им слово там или словосочетание. И все, ну, я кривлю, как бы, ну, закривил и все. То есть больше мне не надо использовать этот шрифт. То есть если вам нужен шрифт, конечно, для проекта, в дальнейшем его использовать, набирать им там большие массивы текста. Ну, то есть вот для проекта, для долгого использования, то, конечно, этот ресурс не подойдет. Ну, в том плане, что либо тогда покупать, как бы, да. Ну, никто же покупать-то не хочет, все бесплатно хотят. Будем откровенны, да. Вот, поэтому вот я просто беру, выбираю себе шрифт. Ну, вот, например, я вот этот шрифт недавно брал для одного проекта. Я им там понабирал заголовки, там даже, по-моему, логотипом, как бы, мероприятие был набран. Вот, видите, то есть здесь разные начертания. То есть мы выбираем какой-то шрифт. И, видите, у нас здесь появились две кнопки. Free, ну, свободно, как бы, на три часа. Ну, и, как бы, уже мы можем арендовать его на месяц, ну, как бы, за 8,5 евро. Вот, то есть, ну, давайте, вот, просто я покажу, нажму на эту клавишу, на эту кнопку. И здесь еще вот на эту надо нажать. True now, free, free house. Все, нажал. И у меня вот этот вот шрифт, вот все, он, как бы, ну, сказал мне, что, как он там называется, кофо, химера, да. Все, он у меня, как бы, не на никуда залазить. Все, он у меня, как бы, вот здесь уже в программе я его могу использовать. Ну, то есть скопирую сейчас этот текст. Выделю. И здесь прям в Corel я могу набрать кофо. Ну, вот, все, он мне предложил. Все. Но единственное, что, да, как бы, три часа. То есть, видите, в минутах пошел отсчет назад. Но, говорю, это, как бы, если мне, допустим, для логотипа нужно, я много могу шрифтов подобрать. Ну, их взять в аренду на три часа, закривить их и все, и потом их маневрить с ним. Иногда я даже делаю, набирая им, ну, такая хитрость, да, еврейская, как бы, набирая им весь алфавит, тоже кривлю. Ну, вдруг мне потом нужно будет какую-то букву там, да, или там цифру, допустим. Ну, такая, как бы, еврейская тема, но ничего, иногда, как бы, можно. Вот. И самое главное, что этот ресурс, это является просто кладезью ребят, которые, как бы, для этого ресурса делали шрифты. То есть, это агрегатор. Здесь не одна компания, не одна студия или агентство, да, делают шрифты, а разные, там, со всего мира. Их найти можно вот в этой вкладке, Foundries. Вот сейчас подгрузится. Здесь, как бы, куча-куча, вообще, студии. Я просто их иногда сажусь и, вот, для вдохновления, начинаю, как бы, чекать, лазить по этим студиям. Вот, у нас появились студии, которые делают шрифты для этого ресурса. И все, мы здесь, их тут, ну, как бы, достаточно много. То есть, мы можем, ну, перейти на сайт каждый из этой студии. То есть, нажать сюда и вот здесь, вот, внизу их сайт. Все, нажимаем. То есть, он здесь, вот, нам вначале показывает, какие именно шрифты эта студия именно сделала, да. И вот она здесь, вот, в фонд стенде есть. Ну, и также я могу перейти к ним на сайт. К этим ребятам я еще сам не заходил, если честно. Вот, но вообще для вдохновления просто можно, вдохновение, можно просто полазить даже по самому сайту. И посмотреть, как даже сайт сам сделан. То есть, как правило, у всех этих ребят, вот, я сколько уже там не полазил, у них и сайты у всех классные. То есть, и посмотреть, как эти шрифты, ну, сделаны в виде презентации. То есть, я вообще считаю, что презентация шрифта, ну, это вообще какая-то квинтэссенция, вообще в принципе презентации. Потому что, ну, на этом можно учиться делать вообще презентации. Потому что, блин, сделать презентацию шрифту, это как бы, ну, самое высшее, наверное, что может быть в презе. Потому что мы тут и шрифт показываем, и мы его вообще показываем, ну, в каком-то контексте, в каком-то дизайне. То есть, это вообще очень круто, вот, в плане, ну, просмотренности, да, развивать насмотренность. В плане каких-то презентаций, как можно вообще продукт, ну, делать ему дизайн-презентация. Блин, как раз, хорошее слово, презентацию уже много сильно произнес. Ну, вот, и мы здесь можем просто зайти в фонд и уже посмотреть, как они на сайте презентовывают, да, опять же, свои шрифты. Ну, вот их тут и у них несколько. Вот, и уже полазить, почекать. Ну, короче, вообще, вот, мне в последнее вообще время, последние пару лет, я больше даже смотрю для вдохновения, ну, чекаю сайты не дизайн-студии. Ну, это я тоже, естественно, смотрю, там, не брендинговых агентств, а именно ребят, которые делают шрифты, вот, славолитни, да, то есть, студии, которые, вот, специализируются именно на этом. И у них, как правило, вообще дизайн, просто, вот, он на пике стоит, как бы, ну, вообще, всех трендов. То есть, как правило, все, ну, много есть анимации, ну, вот здесь вот что-то нету анимации, но, как правило, анимации очень много, она интересная. Давайте, вот, просто, например, еще какую-нибудь любую тыкнем, вот, где я еще сам не был. Вот, посмотрим. Так, ну, вот здесь мы видим их шрифт, их шрифты, да, а здесь их сайт. Все, нажимаем. Короче, если простыми словами, то шрифт надо подбирать, вот, знаете, с таким трепетом, с любовью. То есть, и на него тратить время, не стесняясь, не брать просто первый попавшийся шрифт, который у вас там уже установлен 10 лет назад, вот, а как бы внимательно, вот, внимательно прям искать вот этот шрифтик тот самый, посмотреть на его форму, смотреть на его характер. То есть, он, шрифт, он, он, он скажет больше, чем там какая-то графика иллюстрации, если вы это будете в проектах использовать. То есть, сейчас вся идентика, еще раз повторюсь, она строится на типографике. То есть, на этом, ну, заморачиваются очень сильно. То есть, бизнесы заказывают шрифты у известных, да, каких-то словолитин, да, студии, которые делают шрифты. То есть, кастомные шрифты специально под проект. Ну, там, не знаю, самый банальный пример это Яндекс, да, который заказал шрифт Яндекс Санс, да, там разные начертания. Вот, обратите внимание, все продукты Яндекс, они используют вот этот шрифт 1. И уже за счет этого шрифта, как бы, есть, хотя он достаточно такой, вот, он не сильно какой-то яркий, там, акцидент, но он достаточно такой простой, но в нем есть свой прикол, там, есть свой характер. Ну, вот, у этого сайта так сделана презентация, да, шрифтов. То есть, можно вот, вот кастомные шрифты, которые они делали для каких-то проектов. Но надо все, естественно, смотреть. Вот, казалось бы, просто какой-то Санс, да, ну, у него такие интересные формы. То есть, чем больше шрифтов вы насматриваетесь, но, опять же, нужно смотреть только у ребят, которые это профессионально делают. Вот, наши ребята есть, хорошее агентство, ну, студия, да. Так, где у меня тут фонс? Российский студий шрифты. Ну, type today, как бы, да. Ну, это, то есть, тоже агрегатор, как бы, наших ребят, ну, там, наших и не наших, по-моему. И, ну, паратайп, там, это наши известные тоже, да, студия старая, которая уже, там, тысячу шрифтов сделала и больше. Вот, ну, мне вот нравится type today больше, потому что он такой, более какой-то современный, ну, в плане дизайна вот сайта самого. Ну, вот, и у них еще есть, получается, так, где это, господи, type today, tomorrow, блин, как где он, так, 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 а вот tomorrow. То есть, это такие более экспериментальные шрифты. Вот, и здесь можно, вот здесь как раз, ну, как-то через какую-то анимацию можно все поувеличить, уменьшить. Вообще, тут вот прям сам веб-дизайн, UI, UX, как здесь все это настроено, то есть, это тоже вот, ну, просто ко вниманию, да, к вашему. То есть, это тоже нужно все смотреть, изучать, как вот сейчас современные сайты выглядят, как у них вся эта анимация плавная. Вообще, просто я дико кайфую и от этого, в том числе, как бы, когда ищу какой-то шрифт. Так, ну, что, в общем, полазите, посмотрите, тут действительно очень много интересного визуального, как бы, контента. Так, что еще хотел сказать. Вот, кстати говоря, в этом, на этом ресурсе я нашел студию, да, на этом студию. То есть, как правило, ну, у всех этих студий, да, у них, ну, шрифты платные. Ну, потому что это профессионально сделанные шрифты, у них там есть разные начертания. То есть, это, как правило, целые гарнитуры, да, tapeface, у которых есть разные начертания. Но, если кто ищет, да, хорошо, тот всегда, ну, как бы, найдет. И у меня, ну, вот я вот вчера нашел студию, у которой был бесплатный шрифт, целая гарнитура, целый tapeface, у которых много-много начертаний. Бесплатные, ну, причем очень качественные, как бы, я скачал себе, пусть будет. Я, ну, примерно представляю, для какого это проекта должно быть. Я его потом, ну, переберег, потом буду его использовать. Сейчас покажу. Так, вот у меня в закладке здесь было. То есть, получается, type together, да, ну, сайт называется, студия. Вот, и у них я вот что-то лазил-лазил, тоже смотрел шрифты, у них тут разные. Потом раз, смотрю, вот какие-то новые. Ну, короче, как-то даже случайно помножал. Вот, литератор. И все. Ну, здесь такая некая, как бы, преза тоже, да, там, в крупном, крупном кегле, там, в помельче, там, в таком наборном уже совсем. Вот, и я смотрю, free font, free font везде. И куча-куча начертаний. И смотрю русские слова, то есть, поддерживает кириллицу, значит. И все, я тут, ну, я тут не все начертания скачал, мне все не нужны. Вот, как он, литератор, да, называется. Вот я его себе качнул. Установил. То есть, вот здесь прямо мы сразу можем набирать. Ли-те-те-те. Фу, я уже испугался, думал, может, он временный какой-то. Странно, через поисковик он как-то не нашелся. Ну, короче, вот в списке я его нашел. И вот, ну, сколько здесь, там, 5, там, 10 начертаний, да. И все, вот они классные. Смотрите, какие буковки. Вот, ну, вообще вкусно прям. Ну, смотрите, это реально, это профессиональный шрифт. То есть, это не вот мне на коленке сделал какой-то чувак, там, студент, да. Это профессиональный, наборный, причем, но такой он с такой легкой акциденцией. Ну, такой, не легкой, но такой средней акциденцией. Шрифт, который можно использовать потом в проекте. Я его, скорее всего, может быть, даже в этом шерфе и буду использовать. Вот в этом проекте. Посмотрим. Сейчас я его померяю на каких-то макетах, уже на каких-то дизайнах, как он будет смотреться. Но он очень крутой. Посмотрите, просто какие буквы. Давайте еще какое-нибудь начертание сейчас включу. Так, литератор. Ну, вот какой-нибудь там по-тонке, например. О, вообще, ну, вообще кайф. Кайфовый, просто очень красивые буквы. Вот шрифт, когда он качественный, его можно просто крупно увеличивать. И у него никаких косяков нет. У него идеальные линии. Все вообще четко. Ну, вот это профессиональная работа по созданию шрифта. А если мы качнем вот с бесплатных шрифтов, там, с контакта. Ой, там такой трешаган. Там очень-очень редко что-то годное. Потому что это бесплатно. Бесплатно. А это платно. Ну, видите, этот вот как раз тоже бесплатный был. Вот я нарыл. То есть, короче, надо носом туда нырять. И прям рыскать по студиям. И вот, вот смотрите, еще вот пример, да. Допустим, есть, ну, у меня вот тут уже за годы закладок тут куча разных. Ну, есть там какой-нибудь вот DoFont, вот сайт, да. Те вот куча, куча разных вот всяких вот таких шрифтов. Это все, это треш. Это в основном это треш. Редко-редко можно здесь какой-то взять шрифт просто для какого-то заголовка. Но в основном для вот наборных каких-то историй, для проектов. То есть, когда мы выбираем гарнитуры для проектов долгую, да, на долгую дистанцию. То есть, это все, ну, как правило, не подходит. Но оно все и бесплатное, как бы. Вот, поэтому, как бы, ищем по студиям обязательно. Так, ребят, и второй ресурс, о котором я тоже хотел вам рассказать, который скачивается как десктопное приложение, это, как он, Fontbase. Ну, вот на сайт, если к ним зайти, то есть, вот сайт. То есть, все, download for free, все скачиваете. И, короче, вот такое приложение. То есть, здесь тоже большой-большой список шрифтов. Ну, здесь, я так понимаю, как бы и трешаганчик может где-то встретиться. Ну, так в целом, как бы, видно, что, ну, вроде как, это тоже, вот, что-то Google, 3032 шрифта. Вот, здесь можно коллекции создавать для своих проектов. Ну, здесь вообще очень все просто. То есть, вот у нас, например, есть шрифт. Аризония, да, какой-то. Здесь в основном, как бы, латиница. Вот здесь, вот, внизу мы можем набрать текст. Ну, посмотреть, как этот конкретный текст, как бы, смотрится, да. Давайте на русском что-нибудь наберем. Так, использую. Ну, короче, конечно, кириллицы здесь намного меньше. Но, так, если, как бы, все вот это пролистать, можно что-то найти. Все-таки, в основном, да, в основном, наверное, больше латиниц. Ну, вот какие-то тут советы, этот ковет. Я вот тоже, как-то, несколько лет назад использовал в проекте в одном, там, пару лет назад. Ну, комфорта, вот. Ну, это, кстати, с Google Fonts. Ну, короче, можно здесь и кириллицу найти. Ну, давайте, вот, как бы, все-таки по латинице пробежимся. Можно создавать здесь коллекции по проектам и туда, как бы, закладывать, да, шрифты. То есть, просто берем, вот, Абель, нажимаем галочку. Все, он у вас активный. Вот, Абель. У меня этот шрифт не был установлен. Ну, давайте проверим. Опять вернемся в Corel. Вот. То есть, ну, вот, прикольно, быстро. Не надо ничего там как-то в папке закидывать, Fonts там в Google, да. Ну, если вы в Windows пользуетесь. Так, Абель, да. Так, Бель. Абель. А, ну, потому что на русском языке, да. Sorry, сейчас 5 сек. Ну, что-нибудь на латинице набьем. Проверим. А, Бель. Все. Вот он у меня в системе есть. И удобно, как бы. То есть, он у вас здесь установлен. Потом чик убрали, если он вам не нужен, чтобы систему не подгружала. Все, он деактивировался. Ну, я считаю, удобно. Сейчас, понимаете, такое время, да, как бы, в граф-дизайне. То есть, все равно мы, ну, дизайнеры, мы много используем латиницу. То есть, мы много каких-то слов, каких-то заголовках, там, названия. Вот я сейчас там с агентством работаю, с брендингом. Мы делаем упаковку. Вот уже третью, да, для, ну, FMCG сегмента. И, как бы, у нас все три названия, все на, ну, на латинице. Ну, то есть, как бы, латинские названия. Поэтому, ну, это, как бы, тоже сейчас к вашему вниманию, да, вот этот вот ресурс. То есть, ну, классно здесь видно, что, ну, шрифты норм. Вот, если честно, вот здесь, получается, мы увеличиваем кегль. Ага, вот. То есть, можно крупно буковки посмотреть. Чтобы понять, хороший шрифт или плохой, как бы, да, если, как бы, еще какой-то нет насмотренности, просто увеличивайте кегль и смотрите, вот, внимательно на, ну, на форму буквы, на ее, вот, как бы, контур. То есть, зачастую, когда, ну, шрифт такой не очень качественно сделан, там, какие-то, вот, бугорки бывают, что-то, вот, ну, такая ерунда. А если он качественный, у него, вот, эти все, ну, лекалы, да, вот, весь этот вектор, он четкий, все, как бы, от точки к точке, все, ну, все грамотно, как бы, сделано. Ну, короче, полазите, можно здесь тоже много годного чего нарыть. Давайте еще, так, бонусом, как бы, я покажу парочка, парочку, да, каких-то, может быть, закладок. Как это у себя, вот, в папочке fonts. Вот, мне очень нравится сайт, фонд, фьючер фонд. То есть, такие экспериментальные шрифты, вот, очень тоже для вдохновения и вообще, как бы, ну, посмотреть, вот, как, я вообще очень дико кайфую то, что сейчас происходит в типографике. Вот сейчас какой-то ренессанс просто, то есть, настолько делают шрифты, шрифты настолько форму буквы делают такой, что графема, ну, узнается, да, вот, форма, то есть, то есть, например, узнается, что это буква, там, С, там, или, там, Р, ну, настолько уже все рамки, как бы, поломаны. Ну, очень круто, то есть, то, что сейчас происходит в типографике, вот, последние годы, это просто, это ренессанс. Реально, там, 5-10 лет назад вообще такого не было, шрифты вообще какие-то другие были. Сейчас эксперименты, причем, вроде бы, ну, вот, посмотрите на этот шрифт, вроде бы буквы, это, кстати, у них логотип такой, видите, фон, ну, логотип, фьючер фон, 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 фонс, да, такой, как будто, типа, ну, нет этого, какого, символа, ну, прикольно сделали. Вот, посмотрите, какие буквы, блин, посмотрите на эту букву Т, как дизайнер вообще до этого дошел, что вон, такую букву, она у него в голове родилась, буква Е, но, причем, все это выглядит профессионально, качественно, все это действительно выглядит, как шрифт единый, а шрифт это что такое? Это куча разных символов, то есть задача шрифта как сделать? Сделать их максимально разными, но максимально, как бы, выдержать в одном стиле, в одном направлении, то есть сделать их максимально похожими в то же время. Это фокус. Сделать шрифт, это вообще, я считаю, самый высший пилотаж, самый высший пилотаж вообще в граф-дизайне, да, есть, ну, это, как бы, отдельная уже тема, да, создания шрифтов, но это монстры делают просто, на мой взгляд. То есть тут иногда делаешь логотип какой-то кастомный, да, когда буквы пилишь, там, 4-5 букв, там, ну, 10 букв. А здесь нужно сделать, там, не знаю, если это кириллица, это, там, 30, да, с чем-то символов, плюс еще все эти вопросы, там, восклицательный знать, ну, все вот эти другие символы второстепенные, а если делать, там, еще и на другие языки, там, с иероглифами, там, с всеми делами. Ну, короче, это вообще, ребята, вот низкий поклон и мое почтение. Ну, вот этот шрифт, я вот уже, он, кстати, на фон стенде тоже, я вот видел, он мелькает где-то вот еще. Он, вероятно, может даже как-то его бесплатно, он где-то уже кто-то его подукрал, он даже на тех же бесплатных шрифтах может быть вконтакте, может быть. Ну, посмотрите, какие буквы просто, как дизайнер до этого дошел, вот, чтобы делать такие буквы. Ну, я считаю, это очень круто выглядит. Да, это 100% акцидентный шрифт, это не наборный шрифт, его можно использовать для каких-то заголовков, для логотипов, для упаковки, да, для каких-то таких штук. Короче, вот этот сайт, Future Fonts, вообще очень крутой, здесь прям вот, тут нет простых, как бы, шрифтов, тут все такое очень интересно. Ну, вот видите, кстати, что-то с кириллицей. Ну, и, соответственно, можно здесь также перейти на сайт самой студии, то есть это также агрегатор, тут поискать надо, где ссылочка на сайт, вот, посмотреть презентации, короче, очень интересный сайт, ну, короче, сами посмотрите. Да, ссылки я, блин, сейчас постараюсь не забыть в описании тоже все скинуть, то, что я сейчас вот это все показывал, все сами внимательно прочекайте. Посвятите этому время, сейчас типографик, особенно если вы начинающий дизайнер, делайте акцент на типографику. Я когда смотрю работы, ну, я там немножко так преподаю, там, курсы у меня были, я когда смотрю работы, вот, начинающих ребят, их сразу же выдает работа со шрифтом, работа с типографикой, то есть, как правило, это очень все сыро, очень все сразу видно, вот, то есть, если вы вот сейчас инвестируете время, чтобы прокачать вот этот навык, вот эту насмотренность нарастить, то тогда вы, ну, станете, как бы, более успешны в этой профессии, вообще в этом деле. Давайте еще посмотрим, что еще тут есть, зарубежной студии шрифты. Я, кстати говоря, делал на wc.ru, у меня есть там, ну, как сказать, колонка, вот, я тоже скину ссылку, я там делал обзор на 10 студий, которые вот зарубежных, которые делают шрифты, тоже посмотрите, ну, вот, все это вот из моего списка. Постоянно я сюда что-то добавляю. Так, ну, что можно тут еще показать? Давайте покажу лучший интересный сайт, наша российская дизайн-студия. Ну, здесь вот, видите, в другую вкладку перешел, студия и агентство. Называется Мастерская. Это Дима Барбанель, Барбанел или Дима, прости, если я тебя неправильно назвал фамилию. Короче, это тоже, тут весь сайт выдержан в черно-белом таком, в черно-белом тоне. И здесь у них, короче, все на типографике, ну, на такой кастомной, все заанимировано. Ну, то есть, какие-то проекты вот кликабельные, какие-то не кликабельные, то есть, можно провалиться дальше, посмотреть проект. Вот, ну, тут просто вот для вдохновения, тут, ну, просто очень круто все сделано. Я иногда просто сюда залазиваю, как бы, смотрю, залипая тут полчаса, там, час. Ну, и вот, видите, кликабельный, то есть, можно провалиться дальше, посмотреть уже проект. В общем, ребят, сами посмотрите, тоже ссылочку я прикреплю. этих ребят посмотрите здесь просто у нас сидеть короче смотреть на своем компе так ладно видео опять я немного затянул в общем короче под подытожим больше обращайте внимание на типографику смотрите шрифты смотрите шрифты у ребят который профессионально этим занимается зарубежное агентство ну короче делайте research там поищите носом ныряйте рыскайте прям вот короче на делайте на это акцент если раньше не делали если раньше для вас графический дизайн это были больше иллюстрации больше там логотипы там какая-то вот графика да нет типа графика на первом месте запомните это все ребят надеюсь было полезно скидывайте ваши правки в комментарии все если что задавайте какие-то вопросы все всем пока